Создавая новейшие смартфоны, компания Huawei стремится к совершенству не только в вопросах железа, но и немало внимания уделяет программному обеспечению. Создаваемые ею модели могут похвастаться не просто великолепным дизайном и хорошей производительностью, но и прекрасным пользовательским интерфейсом Emotion UI. Нужно отметить, что название «Удачно» — интерфейс действительно получился очень эмоциональным. Сразу видно, что разработчики вкладывали душу. Интерфейс Emotion UI был представлен совсем недавно, в 2012 году. Тем не менее, он уже ничем не уступает ветеранам TouchWiz от Samsung или SenseUI от HTC. Более того, даже в некоторых мелочах превосходит их. Нас встречает простой экран, не перегруженный чрезмерным количеством элементов. Только самое необходимое, вроде времени и даты. Для того, чтобы произвести разблокировку, необходимо провести по экрану пальцем вправо или лево. Для быстрого вызова камеры нужно зажать соответствующую иконку в правом нижнем углу и потянуть ее наверх. Также пользователь может извлечь шторку с дополнительными возможностями из нижней части экрана. Откроется дополнительное меню, обеспечивающее доступ к наиболее востребованным приложениям. Из этого меню пользователь может запустить календарь, фонарик, калькулятор, а еще можно воспользоваться фронтальной камерой, как зеркалом. Там же находятся и клавиши управления воспроизведением музыки и некоторые другие возможности. Однако вызвать это меню можно только на заблокированном экране, на рабочем столе оно недоступно. Также, как и в случае с любым другим Android-смартфоном, присутствует тут и верхняя шторка с уведомлениями и быстрыми параметрами в закладке с названием «Значки». Отсюда пользователю доступны самые разные настройки, набор их шире, чем в случае с другими производителями. Можно включать и выключать беспроводные интерфейсы, регулировать яркость экрана, включать и выключать режимы полета и многое другое. При этом шторка состоит из двух частей. При желании пользователь может раскрыть дополнительный набор иконок, дающих доступ к большому количеству возможностей. Впрочем, достаточно о настройках, перейдем к главному экрану. Он мало чем отличается от главного экрана обычного Android, но в глаза сразу же бросается тот факт, что иконки прорисованы более тщательно, в едином стиле и в духе такого модного сегодня минимализма. Иконки можно перемещать по своему строению и группировать в папках. Пользователю предоставляется выбор из нескольких тем, но все они в целом схожи между собой, над ними явно работали одни и те же дизайнеры. По умолчанию доступно пять рабочих столов, которые можно листать вправо и влево. На них появляются иконки новых приложений, можно размещать виджеты, менять обои и все тому подобное. Для того, чтобы получить доступ к настройкам рабочего стола, нужно просто нажать и удерживать палец на любом свободном месте. Появится дополнительное окно, в котором можно добавлять виджеты, менять обои и тому подобное. Список загруженных приложений доступен через правую аппаратную кнопку. Тут хотелось бы рассказать про такую полезную утилиту, как диспетчер телефона. Она предназначена для очистки памяти, удаления ненужного системного мусора, выявления некоторых проблем. Периодическое ее использование позволит всегда держать телефон в форме. Особенно полезен диспетчер телефона для новичков, но и опытные пользователи будут довольны удобное и полезное приложение. Приятно, когда сам производитель устройства постарался оснастить свое творение как можно более продвинутой клавиатурой. Пользователи новейших моделей смартфонов Huawei получили возможность удобного ввода текста благодаря клавиатуре с поддержкой непрерывного движения. Swipe for Huawei. Для того, чтобы вызвать настройку данной опции, необходимо удерживать кнопку с соответствующей пиктограммой, расположенную в левом нижнем углу. Там же можно создавать собственные словари, синхронизируя их с несколькими устройствами. Нажатие на иконку номера набирателя открывает окно с тремя закладками, в которых можно видеть новый номер, просматривать уже имеющиеся контакты и получать доступ к избранным. Размер цифровых клавиш и их расположение позволяют набирать любой номер одной рукой, даже несмотря на довольно крупные размеры смартфона. Впрочем, переключение между вкладками не такое удобное. Выбор любого контакта открывает окно, из которого можно совершать звонок, отправлять сообщение или задать мелодию вызова. Также можно редактировать данные. Из закладки «Избранное» можно получать не только доступ к отдельным контактам, но также и группам вроде «Семья», «Друзья» и тому подобное. Предусмотрен также доступ и группам «Гугл». Таким образом, номеронабиратель отличается простотой, тут нет ничего лишнего, только самое необходимое. Не менее аскетично выглядит и отправка прием сообщений. Ничего лишнего, все выглядит воздушно, интерфейс не перегружен ненужными деталями. Шрифты подобраны удачно, они оптимальных размеров. Разработчики явно стремились не только к красоте, но и старались обеспечить максимальное удобство использования. В частности, присутствует возможность заносить нежелательные рассылки в черный список, что следует отнести к числу очень полезных опций. В том же стиле реализован и календарь, минимум лишних деталей при максимуме удобства. Пользователь в любое время может вызвать год, месяц, неделю, текущую дату. Календарем одинаково удобно пользоваться как в портретном, так и в ландшафтном режиме. Создание нового события производится буквально в два клика. Если же хочется чего-нибудь более функционального, то всегда можно установить какое-либо стороннее приложение. Такими же словами можно описать и почтовый клиент. Простой, но очень привлекательный интерфейс. Самые необходимые возможности, максимальное удобство использования. Для удаления письма достаточно просто смахнуть вправо или влево. Если это было сделано случайно, то действия можно сразу же отменить. Для обновления требуется тянуть список писем вниз. Доступны самые необходимые настройки, вроде задания звука прихода новых сообщений для каждого из аккаунтов. Хранящиеся в памяти устройства изображения доступны в приложении Галерея. Их можно сортировать по альбомам, времени и месту съемки. Отделять фотографии, на которых запечатлены людские лица. Сегодня любой пользовательский интерфейс позволяет не просто просматривать готовые снимки, но и предоставляет минимальные возможности для их редактирования. Не стал исключением и Emotion UI. Пользователь может поворачивать изображение, устанавливать ее в качестве обоев рабочего стола, обрезать картинку, менять ее цветность, контрастность, накладывать на нее рамки и многое другое. То есть предоставляются достаточно широкие возможности редактирования. Не фотошоп, конечно же, но все же очень даже неплохо. Готовое изображение можно отправлять через электронную почту посредством Wi-Fi Direct или Bluetooth. Плеер оболочки предоставляет основной набор возможностей, почти без каких-либо дополнений. Пользователь может выбрать между наборами и исполнителями готовыми плейлистами. Композиции можно выбирать по их стилю, грустные или веселые. Наиболее же любимые можно отметить как избранные. Есть возможность остановки воспроизведения в заданное время. То есть и в этом приложении правит минимализм. Меломанам сразу же рекомендуется установить сторонний плеер. А вот любителям использовать смартфон в качестве видеоплеера лучше сразу же озаботиться установкой дополнительного приложения. Такого как VLC Player. Возможности Emotion UI в данном вопросе минимальны. Подводя итоги, можно сказать, что интерфейс Emotion UI можно отнести к числу самых удачных на рынке. Возможно, любителям всевозможных наворотов он покажется слегка аскетичным. Однако этот интерфейс наверняка понравится простым пользователям, которые хотят пользоваться смартфоном прямо из коробки, не занимаясь дополнительными настройками. А это значит, что большинство людей, купившие себе Huawei, останутся довольны приобретением. Недаром ведь производитель позиционирует оболочку Emotion UI как созданную пользователями для пользователей. Продолжение следует...